Индустриализация в СССР. До 1928 года СССР проводил относительно либеральную новую экономическую политику – НЭП. В то время как сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и легкая промышленность находились в основном в частных руках, государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей. Государственные предприятия конкурировали друг с другом, роль Госплана СССР ограничивалась прогнозами, которые определяли направление и размер государственных инвестиций. С внешнеполитической точки зрения страна находилась во враждебных условиях. По мнению руководства ВКПБ, существовала высокая вероятность новой войны с капиталистическими государствами, что требовало основательного перевооружения. Однако немедленно начать такое перевооружение было невозможно в силу отсталости тяжелой промышленности. В то же время существующие темпы индустриализации казались недостаточными, поскольку отставание от западных стран, в которых в 1920-е был экономический подъем, увеличивалось. Серьезной социальной проблемой был рост безработицы в городах, которая к концу НЭПа составила более 2 миллионов человек или около 10% городского населения. Правительство считало, что одним из факторов, сдерживающих развитие промышленности в городах, были недостаток продовольствия и нежелание деревни обеспечивать города хлебом по низким ценам. Главной задачей введенной плановой экономики было наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами. На начальном этапе это сводилось к перераспределению максимально возможного объема ресурсов на нужды индустриализации. Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники. Разработанный на основе директив проект первого пятилетнего плана 1 октября 1928 года, 1 октября 1933 года был одобрен на 16-й конференции ВКПБ апрель 1929 года, как комплекс тщательно продуманных и реальных задач. Этот план в реальности намного более напряженный, чем прежние проекты, сразу после его утверждения Пятым съездом Советов СССР в мае 1929 года, дал основание для проведения государством целого ряда мер экономического, политического, организационного и идеологического характера, что возвысило индустриализацию в статус концепции эпоху Великого Перелома. Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники. Прежде всего, используя пропаганду, партийное руководство обеспечило мобилизацию населения в поддержку индустриализации. Комсомольцы в особенности восприняли ее с энтузиазмом. Недостатка в дешевой рабочей силе не было, поскольку после коллективизации и сельской местности в города от нищеты, голода и произвола властей перебралось большое число вчерашних сельских жителей. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги, метро. Часто приходилось работать в три смены. В 1930 году было развернуто строительство около 1500 объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений. Был воздвигнут ряд гигантских промышленных сооружений – Днепрогэс, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, а также Уралмаш, тракторные заводы в Волгограде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС, Современный ЗИЛ и другие. В 1935 году открылась первая очередь Московского метрополитена, общей протяженностью 11,2 километра. Уделялось внимание и индустриализации сельского хозяйства. Благодаря появлению отечественного тракторостроения в 1932 году СССР отказался от ввоза тракторов из-за границы, а в 1934 году Кировский завод в Ленинграде приступил к выпуску пропашного трактора «Универсал», который стал первым отечественным трактором, экспортируемым за границу. За 10 предвоенных лет было выпущено около 700 тысяч тракторов, что составило 40% от их мирового производства. Из-за границы были приглашены инженеры. Многие известные компании привлекались к работам и осуществляли поставки современного оборудования. Значительная часть моделей техники, производившейся в те годы на советских заводах, представляла собой копии либо модификации зарубежных аналогов, например, трактор «Фордсон», собиравшийся в Волгограде. Чтобы создать собственную инженерную базу, в срочном порядке создавалась отечественная система высшего технического образования. В 1930 году в СССР было введено всеобщее начальное образование. А в городах обязательное семилетнее. В 1930 году, выступая на 16 съезде ВКПБ, Сталин признал, что индустриальный прорыв возможен лишь при построении социализма в одной стране, и потребовал многократного увеличения заданий пятилетки, утверждая, что по целому ряду показателей план может быть перевыполнен. С целью повышения стимулов к работе оплата стала сильнее привязываться к производительности. Прежде всего, ударников на заводах просто лучше кормили. В период 1929-1935 годов городское население находилось на карточном обеспечении важнейшими продуктами питания. В 1935 году появилось движение стахановцев в честь забойщика шахты Алексея Стаханова, который, согласно официальной информации того времени, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года выполнил за смену 14,5 нормы. Поскольку капиталовложения в тяжелую индустрию почти сразу превысили ранее запланированную сумму и продолжали расти, была резко увеличена денежная эмиссия, то есть печать бумажных денег, и в течение всей первой пятилетки рост денежной массы в обращении более чем в два раза опережал рост производства предметов потребления, что привело к росту цен и дефициту потребительских товаров. Для получения иностранной валюты, необходимой для финансирования индустриализации, применялись в том числе такие способы, как продажи картин из коллекции Эрмитажа. Параллельно государство перешло к централизованному распределению принадлежащих ему средств производства и предметов потребления. Осуществлялись внедрения командно-административных методов управления и национализации частной собственности. Возникла политическая система, основанная на руководящей роли ВКПБ, государственной собственности на средства производства и минимуме частной инициативы. Также началось широкое использование принудительного труда заключенных ГУЛАГа, спецпоселенцев и тылового ополчения. В конце 1932 года было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. Подводя ее итоги, Сталин сообщил, что тяжелая индустрия выполнила план на 108%. За период между 1 октября 1928 года и 1 января 1933 года производственные основные фонды тяжелой промышленности увеличились в 2,7 раза. Вслед за первой пятилеткой последовала вторая, с несколько меньшим акцентом на индустриализации, а затем третья пятилетка, которая проходила в условиях начавшейся Второй мировой войны. Результатом первых пятилеток стало развитие тяжелой промышленности. К 1940 году было построено около 9 тысяч новых заводов. К концу второй пятилетки по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. Если считать британскую метрополию, доминионы и колонии одним государством, то СССР будет на третьем месте в мире, после США и Британии. Резко снизился импорт, что рассматривалось как завоевание страной экономической независимости. Открытая безработица была ликвидирована. Занятость в полных ставках увеличилась с одной трети населения в 1928 году до 45% в 1940 году, что обеспечило около половины роста ВНП. За период 1928-1937 годов вузы и техникумы подготовили около двух миллионов специалистов. Были освоены многие новые технологии. Так только в течение первой пятилетки был налажен выпуск синтетического каучука, мотоциклов, наручных часов, фотоаппаратов, экскаваторов, высокомарочного цемента и высококачественных сортов стали. Был также заложен фундамент для советской науки, которая по отдельным направлениям со временем вышла на ведущие мировые позиции. На созданной индустриальной базе стало возможным проведение масштабного перевооружения армии. За время первой пятилетки оборонные расходы выросли до 10,8% бюджета. С началом индустриализации резко снизился фонд потребления и, как следствие, уровень жизни населения. К концу 1929 года карточная система была распространена почти на все продовольственные товары, но дефицит на пайковые товары по-прежнему остался, и для их покупки приходилось выстаивать огромные очереди. В дальнейшем уровень жизни начал улучшаться. В 1936 году карточки были отменены, что сопровождалось повышением зарплат в промышленном секторе и еще большим повышением государственных пайковых цен на все товары. Средний уровень потребления на душу населения в 1938 году был на 22% выше, чем в 1928. Однако наибольший рост был среди партийной и рабочей элиты, которые срастались друг с другом и совершенно не коснулся подавляющего большинства сельского населения или более половины населения страны. Несмотря на освоение выпуска новой продукции, индустриализация велась преимущественно экстенсивными методами, поскольку в результате коллективизации и резкого снижения уровня жизни сельского населения человеческий труд сильно обесценился. Стремление выполнить план приводило к обстановке перенапряжения сил и перманентного поиска причин, чтобы оправдать невыполнение завышенных задач. В силу этого индустриализация не могла питаться одним только энтузиазмом и потребовала ряда мер принудительного характера. Начиная с 1930 года свободное передвижение рабочей силы было запрещено. Были введены уголовные наказания за нарушение трудовой дисциплины и халатность. С 1931 года рабочие стали нести ответственность за ущерб, нанесенный оборудованию. В 1932 году стал возможным принудительный перевод рабочей силы между предприятиями. За кражу госимущества была введена смертная казнь. 27 декабря 1932 года был восстановлен внутренний паспорт, который Ленин в свое время осуждал как царистскую отсталость и деспотизм. Семидневная неделя была заменена на сплошную рабочую неделю, дни которой, не имея названий, нумеровались цифрами от 1 до 5. На каждый шестой день приходился выходной, устанавливаемый для рабочих смен, так что заводы могли работать без перерыва. Активно использовался труд заключенных. Индустриализация в значительной степени проводилась за счет сельского хозяйства, коллективизации. Прежде всего, сельское хозяйство стало источником первичного накопления, за счет низких закупочных цен на зерно и реэкспорта по более высоким ценам, а также за счет так называемого сверхналога в виде переплат на промтовары.